всем привет дорогие друзья из дождливой алании до сегодня 24 апреля и в алании идет дождь с утра сейчас уже около четырех часов дня и идет дождик но этот дождик нас тоже радует потому что после жаркой недели он как такая благодать что мы обсудим с вами в этом видео тем у нас очень много и одна из самых главных тем это когда откроют границы когда начнется туризм когда начнут летать самолеты а точнее возобновят международные рейсы и друзья вчера в турции 23 апреля был большой праздник это сто лет созыва национального собрания именно в 1920 году 23 апреля было созвано великое национальное собрание которое начало подготовку к освободительной войне и именно этот день в турции отмечается как день национального суверенитета и день защиты детей в общем несмотря на то что второй день из четырех мы находимся на комендантском часе длится он в этот раз у нас четыре дня вся турция праздновала и в девять часов вечера вчера все пели национальный гимн на балконах хочу также от себя добавить то что на мой канал приходит очень много новых подписчиков но к сожалению те кто подписан на мой канал давно не совсем понимают чем мы занимаемся какая у нас работа и так далее друзья несмотря на то что я состою в ассоциации журналистов алани я не являюсь телевизионным журналистом и журналистика вы сами понимаете бывает разное и журналистика не является моей основной работы я не являюсь риэлтором я не продаю квартиры и не занимаюсь недвижимостью я не блогер я снимаю для вас эти видео только потому что за 10 лет моего проживания в турции у меня накопился огромный опыт и много информации которой я хочу делиться со всеми вами самой главной любимой интереснейшей работой для меня является брендинг маркетинг дизайн и развития бизнеса до уже более 10 лет я занимаюсь брендингом и дизайном пожалуйста заходите на сайт нашей компании и вы узнаете чем же на самом деле я занимаюсь с утра до вечера без выходных без каникул отпуска и так далее но моя работа является моим хобби и это на самом деле очень здорово потому что я занимаюсь любимым делом классным делом очень интересным делом у нас очень много интересных проектов поэтому заходите на наш сайт смотрите если вам нужна какая-либо помощь в развитии вашей компании а сейчас это очень актуально потому что многие переходят на онлайн площадке если вам нужен дизайн корпоративный стиль если вам нужно создать приложение оформить визуально концепцию вашей компании сделать логотип или оформить ваши социальные сети пожалуйста обращайтесь ко мне со всем с этим я вам помогу а если вам нужна консультация по бизнесу по развитию вашего бизнеса по привлечению лояльных клиентов увеличение продаж и так далее я буду рада поделиться своим опытом ну и конечно же если вы крупный бизнесмен или вы только начинающий бизнесмен это не имеет значения потому что мы работаем с разными компаниями с крупными с очень большими корпорациями и с индивидуальными предпринимателями также своим опытом я буду рада с вами поделиться поэтому заходите на наш сайт и пишите мне ватсап если у вас есть какие-то вопросы мой ватсап в описании ко всем моим видео привет друзья меня зовут дженет тёкс халп а вы знаете какой праздник приближается день защиты детей в нем защиты всех детишек поздравляю на земле детям нужно улыбаться не грустеть и не болеть пусть их детство будет ярким без забот и без проблем всем большинства чудес и счастья пожелаем детям всем 23 апреля 9 часов вечера я как и все дети выйду на балкон с флажком и исполнить гимнон туши поддержите нас детей я беги им цeros вечера причем Мы сегодня на этом году в нашем центре проекте 10-дакалık программу намного предоставлены. 23 Нисан, сегодня 23 Нисан. Готовы в целом народе МИЛЛЕТ МЕЦЛИСИМИЗЕ. АТАТІРК ОЛДУ БАШКАН! КАЛДРЫДА ХАСТА ИРУДУ. ИЛИНАЗ БИРОРДУ КУРДУ. ТЦКИН САНЛИ СЕСИНЕ ДІНЯ ЛАРЫ ДУЮДУ. ИЛИНАМИЯ БОЛААМА. КУРУ. КОПАРЫЛУ. Как я уже говорила, 23 апреля в Турции отмечается День защиты детей. И именно в этот день с утра начинаются торжественные празднования по всей стране. К сожалению, в этот раз, как я уже говорила, празднования физически люди не смогли собраться вместе. Но все балконы Турции были украшены национальным флагом. Вот вы видите, например, балкон наших соседей. Сейчас я вам покажу. Вчера все выходили, отмечали и праздновали этот праздник. Это на самом деле великий праздник для Турции, потому что именно в этот день, как я уже говорила, было созвано великое национальное собрание. И началась освободительная война в Турции. И Айхан проехался по улицам Алании 23 апреля. И сейчас мы увидим, что же он для нас не был. Да, сегодня 23 нисан. И сегодня очень особый день. Туркия, Сумуритет Бюйкбиллит Медиси'никубрущу'nun 100. годы. Но мы выходим на выходе на выходе и вместе с нами. Сокакры, видно, очень красиво. Надеюсь, что у нас будет более красивый день. И тогда мы поделимся на выходе. Вот вы видите. Сокакры были очень хорошие, но, как говорится, 100. годы, все остальные, все остальные, все остальные, все остальные, все остальные. И если у нас есть еще один день, мы будем поддерживать. Да, мы продолжаем. Да, мы продолжаем. Мы продолжаем. Мы продолжаем. А не так... ...поскоп, я не знаю, что происходит. Алания, Секрет, Сокак, вот так, вот, Эти изъкации м Marie в центре частей области какого-то дня. Вот видите, как я виден, никак не удачусь. Но помню очень хорошо, но в каждом доме Тюк-байракаха она была настоящей месте. И с детьми, в то, что она находится в послушной, которые Тюк-байракаха, В tests округой выхода – в текущей встрече отстаточной на на выходе, обслуживаете Sherlock Тюкловица, в текущей встрече, в доме, в текущей встрече, Gesturetczeе ухаживаете. Субтитры создавал DimaTorzok И не смогли выйти на улицу и в полной мере отпраздновать этот праздник Турецкие авиалинии сделали большой подарок всей турецкой нации А именно начертили в небе самый большой турецкий флаг В общем смотрите на видео как это было И эта инициатива была конечно же встречена всей страной с большой благодарностью Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так вот 23 апреля Ровно в 9 часов вечера вся Турция вышла на балконы и все пели гимн, который доносился из громкоговорителей. Также был праздничный салют. Все с нетерпением ждут лето, ждут начала туристического сезона. Мы тоже, потому что живя здесь, рядом с морем, мы не можем посещать пляжи, потому что запрещено. И смотрите, какое видео делают местные жители, тоскуя по летнему сезону. Один из журналистов, который живет в Анталии, сделал вот такое вот замечательное видео о тоске по летнему сезону в надежде на то, что сезон скоро начнется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вчера президент Турции заявил о том, что к 24 мая мы постараемся открыть туристический сезон и возобновить, начать принимать иностранных туристов. Как вы знаете, вчера в Турции был, скажем так, тройной праздник, даже не двойной. Первое – это день защиты детей, день национального суверенитета. И третье – вчера начался месяц Рамадан. И закончится он как раз 24 мая. И 24 мая месяц Рамадан заканчивается трехдневными выходными днями, трехдневным празднованием Байрамом. И первый день Байрама приходится как раз на 24 мая. Поэтому президент заявил о том, что к 24 мая мы справимся со всеми неприятностями и сможем наконец-то увидеть всех своих родных и близких и также возобновить нормальную жизнь в стране. Начнем мы с вами информацию о авиаперелетах, авиабилетах, перевозчиках, турфирмах и так далее. Вот с такой интересной статьи «Зачем турецкие перевозчики открыли продажи билетов на май?». Турецкие авиакомпании – эта новость вышла 14 апреля 2020 года. И в этой новости сообщается о том, что как раз турецкие авиалинии собрались открывать международные рейсы с 1 мая. «Пегасус» с 16 мая и авиакомпания «Санэкспресс» предлагает даты отправления 1 мая в Санкт-Петербург из мир. Чуть позже мы посмотрим, как на самом деле обстоят дела на 10 дней спустя, на 24 апреля. И здесь есть очень полезная информация о том, что нужно быть реалистом и, по мнению наблюдателей, российским туристам надо тщательно взвесить, не только российским, но и всем туристам нужно тщательно взвесить все риски при покупке авиабилетов на рейсы любых авиакомпаний и, конечно же, ознакомиться в первую очередь с условиями обмена билетов и возврата денег. Давайте с вами для начала посмотрим, какую информацию нам дают официальные сайты турецких авиакомпаний, потому что эта информация тоже постоянно меняется. И три основные турецкие авиакомпании – это турецкие авиалинии, «Пегасус» и компания «Санэкспресс». Это сайты. Сайты этих авиакомпаний очень удобны для использования. Там есть несколько языков и на сайтах есть полная обширная информация о переносе полетов, о возврате денег, о перебронировании билетов и так далее. Поэтому давайте посмотрим, что же они нам говорят о начале полетов. Сейчас мы находимся на сайте турецких авиалиний. И здесь на первой странице сразу появляется информация о перенесенных рейсах и о том, что происходит в настоящий период. Рейсы 23-26 апреля, которые были запланированы, они переносятся в связи с комендантским часом. А по поводу рейсов с 19 по 28 апреля нужно обратиться в офисы продаж. И теперь мы видим информацию, подробную информацию о том, что происходит в данный период и когда будут восстановлены авиасообщения. Заходим на информационную страничку. Последний раз информация обновлялась 14 апреля. И здесь мы видим, что все международные рейсы приостановлены до 20 мая, а все внутренние рейсы приостановлены до 1 мая. Таким образом, мы понимаем, что продажи авиабилетов нет до 20 мая, но также эта дата может поменяться. Теперь мы заходим на сайт авиакомпании Pegasus. И на самом деле на сайтах турецких авиакомпаний все очень хорошо расположено, вся информация быстро находима. И сверху мы сразу видим по поводу авиаперелетов с 1 по 15 мая, которые, конечно же, отменены. И можно посмотреть, каким образом можно поменять билеты и какие условия. Также началась, видите, продажа билетов на осень и зиму 2020-2021 года. И билеты от 70-80 лир внутренней рейсы и 30 долларов международные рейсы. Давайте сейчас зайдем по ссылке на информацию о рейсах. И здесь мы увидим, что с 1 по 15 мая можно поменять авиабилеты. Здесь написана подробная информация, каким образом авиабилеты можно поменять. И есть информация о том, что компания Pegasus остановила все свои перевозки до 15 мая и 16 мая возобновляет международные авиарейсы. Но, как я говорила раньше, эта дата также может поменяться. Заходим на сайт авиакомпании SunExpress. Как мы видели в информационной статье, там было написано, что компания начинает авиаперевозки с 1 мая. Но эта информация поменялась. И если посмотреть новую информацию, то здесь также написано, что международные рейсы отменены до 21 мая, а все внутренние рейсы до 30 апреля. Но эти даты также могут поменяться. И здесь мы видим, что есть информация по разным странам. Египет, Греция, Италия, Тунис, Болгария. 13 мая рейсы начинаются. Ливан 14, Ирак 14 мая. Но, как я вам и говорила, все эти даты также могут быть изменены. Поэтому, пожалуйста, читайте информацию о переносе рейсов и о том, каким образом можно поменять билеты или вернуть деньги. И по этому поводу у Министерства туризма принимаются разные интересные решения. И одним из таких решений является как раз сертификат здоровья, который будут выдавать отелям. А также я прочитала вчера такую новость, что все туристы, въезжающие иностранные граждане, должны будут иметь также при себе паспорт здоровья, где будет обозначено то, что у них нет никаких заболеваний и то, что они сделали себе все тесты. В общем, не знаю, как это будет выглядеть. Но давайте посмотрим, что подразумевает под собой так называемый сертификат, сертификация на здоровье. Также 20 апреля была опубликована такая интересная новость о том, что туризм в Турции начнется с сертификатами здоровья, о чем рассказал министр туризма Турции. Будет произведена сертификация всех туристических объектов, чтобы убедить иностранных путешественников о безопасности отдыха в Турции. Проект стартует уже в мае. То есть, если у отеля не будет такого сертификата, иностранных туристов в отель, ну и в принципе любых туристов в отель не допустят. Объектами сертификации будут отели в первую очередь, и они будут гарантировать социальное дистанцирование, проводить регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Восстановление международного авиасообщения также будет постепенным. Сначала это будет местный туризм, а далее уже иностранные туристы. И по оценкам министра туризма Турции, прибытие зарубежных туристов начнется не раньше середины июня. Если говорить о турецких источниках, то в Аланийской газете вышла такая новость, также 20 апреля, о том, что Аннекс Тур, туроператор Аннекс Тур, который каждый год привозит в Аланию более 2 миллионов туристов, с 1 июня перенес начало туров на 1 августа. Конечно же, в этой новости пишется, что это очень плохо для туристического сектора, но ничего не поделать. В связи с ситуацией, туры перенесены на 1 августа. И, кстати, это перекликается с восстановлением международных авиаперелетов авиакомпании «Аэрофлот». Поэтому тоже напишите, что вы по этому поводу думаете. Также две основные российские авиакомпании, точнее главная авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочка «Победа», они также постоянно переносят начало международного авиасообщения. Есть информация о полетах местных, но, как я всегда и говорю, пожалуйста, пользуйтесь официальными источниками и узнавайте все о официальных источниках. Поэтому давайте посмотрим, что говорят официальные сайты «Аэрофлота». Ну а если говорить о туроператорах, то нужно нам тогда будет сделать отдельное видео о туроператорах, потому что у меня есть информация только по аннекс-туру, которые, как я и раньше сказала, перенесли все вылеты на 1 августа. На сайте компании «Аэрофлот» к сожалению, я не нашла информации о том, когда возобновляются рейсы, но из новостного источника я узнала, что «Аэрофлот» приостановил продажи на международной рейсе до 1 августа. Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля, то есть 1 мая. Российские власти 27 марта закрыли международное пассажирское авиасообщение. Если говорить об авиакомпании «Победа», то здесь на главной странице сразу есть информация для клиентов, имеющих билеты с 1 апреля по 31 мая 2020 года. И если мы зайдем по этой ссылке, то мы увидим, что правительство РФ приняло решение о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельность объектов массового отдыха и рекомендовало гражданам ограничить поездки. И поскольку компания с этим солидарна, то с 1 по 31 мая 2020 года приостанавливает все полеты и всем клиентам, которые имеют билеты на эти рейсы, нужно обратиться в авиакомпанию. То есть по «Победе» мы видим, что рейсы приостановлены до 1 июня. Таким образом, друзья, какой мы с вами можем сделать вывод из всей этой информации? Самое первое и самое главное – это то, что, как вы видите, даты меняются. Сначала турецкие авиалинии планировали 1 мая, теперь все перенесено на 20 мая. А «Аэрофлот», как вы видите, международные рейсы, планирует с 1 августа, победа с 1 июня. Компания «Анекс Тур» заявила о том, что туры они планируют. Все туры перенесены с 1 августа. Поэтому, друзья, как я уже говорила, если у вас есть купленные билеты и туры, пожалуйста, следите за информацией от вашей авиакомпании. Не пропустите дату возврата, обмена, переноса тура или авиабилетов и так далее. Если у вас ничего не куплено, ждите официальную информацию по поводу открытия границ. Об этом я уже говорила и в своих прошлых видео, и многие писали очень некрасивые, некорректные комментарии, что так ничего и не сказала, что никаких конкретных дат нам не дала и так далее. Но я не могу этого сделать, потому что их просто нет. Никаких официальных конкретных дат нет. И сейчас их быть не может. Вы сами понимаете, что все очень-очень быстро меняется. Поэтому, пожалуйста, следите за информацией. Ну и, конечно же, пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Я надеюсь, что я дала вам информацию к размышлению. Думайте, смотрите и, конечно же, анализируйте всю эту информацию. Я надеюсь, что это видео вам было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Конечно же, пишите ваши комментарии. Если у вас будут личные и частные вопросы, пишите мне на WhatsApp. И на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого хорошего. Всем пока-пока. И как только, друзья, я загрузила это видео на YouTube, вышла новость. 24 апреля в 3 часа дня вышла новость с таким заголовком. Матвиенко посоветовала россиянам выкинуть из головы поездки за границу. И что в этой новости у нас написано? Что открытие границ России в этом году не предвидится, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24». Эту новость вы можете почитать в интернете. Я думаю, что она сейчас уже активно обсуждается. И что самое главное стоит здесь отметить, то, что она заявила о том, что возобновление международного авиасообщения в РФ возможно не раньше апреля 2021 года. Также об этом предупредил совладелец крупнейшей частной авиакомпании России С-7 Владислав Филев. К этому моменту возить россиян за рубеж будет уже почти некому. Все чартерные компании обанкротятся, а шансы выжить есть лишь у трех перевозчиков Аэрофлота С-7, ЮТР, Уральских авиалиний. Так считает он. В общем, друзья, вот такая вот новость. И когда я ее открыла на своем сайте, вот здесь вот справа, появилась реклама Бойнер, реклама купальников, которые, если верить госпоже Матвиенко, в этом году будут не актуальны ни для кого. В общем, вот такие вот новости выходят. Как вы видите, ситуация меняется буквально каждый день. Я не буду каким-либо образом комментировать эту ситуацию, но напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Обсудим в комментариях. На сегодня я с вами прощаюсь уже в который раз. И желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. И, конечно же, надеемся только на лучшее. Всем счастливо!